Всем привет! И мы сегодня снова Москва-Сити. Присоединяйтесь, прогуляемся. И мы находимся в самом центре, так называемом «Ядро». В него входит гостиница, торгово-развлекательный центр и киноконцертный комплекс. Центральное ядро – одно из самых сложных по конструкции строений Москва-Сити. Он делится на подземную часть и наземную. Про подземную часть мы сегодня говорить не будем. По проекту архитектора, который спроектировал весь деловой центр Бориса Ивановича Тхора, на месте ядра должен располагаться крупнейший парк. Но концепция в дальнейшем поменялась. Сделали так, как более выгодно инвесторам. Это, конечно, и нам понятно, что скамеечки и фонтанчики доходы не принесут. Сейчас мы с вами зайдем в гостиницу Новотель. Немножко прогуляемся по первому этажу. Гостиница имеет пять лестнично-лифтовых блоков и соединяет наземную часть с подземной. То есть, в любое время можно попасть на автостоянку или в торговое помещение. Я специально пересмотрела множество отзывов этой гостиницы, но вам скажу 4,9 – неплохая оценка. Кстати, гостиница 4 звезды. Рецепшн работает круглосуточно. 360 комфортабельных номеров с современным интерьером. И наличие всего необходимого для комфортного времяпривождения. Номер можно выбрать разного класса. Есть также номера для курящих и не курящих. И есть номера для людей с ограниченными возможностями. А еще есть номера для самых маленьких. Номера с колыбелькой. В общем, что сказать. Прекрасный современный интерьер. Спокойная обстановка. И относительно-относительно всего Москва-Сити. Ценовая политика – недорого. Чуть не забыла сказать, что есть номера для проживания с пернатыми и мохнатыми. Сейчас, по всему, Москва-Сити уже началась подготовка к Новому году. И поэтому холл отеля выглядит еще более привлекательным. А мы выходим из этой гостиницы и переходим в Афимолл-Сити. А для жителей этой гостиницы все можно сделать, не выходя на улицу. Ну, а мы идем своим путем. Вообще, я, кстати, люблю очень маленькие магазинчики. Тем более, очень красиво оформлены. Вот так, как этот. Букетики. Правда, прелестно? Мы уже знаем, что по первоначальному плану на месте ядра должен быть парк. А построен прекрасный торгово-развлекательный центр. И поэтому решили, что хотя бы внешние стены, фасад, должен быть оформлен в эко-стиле. Вот и получилось, что за выносными стеклянными панелями будто бы спрятаны живые растения, напоминающие лес. В темное время суток внешний фасад красиво переливается. Давайте посмотрим на него со всех сторон. Действительно красиво. Это торговый центр нового формата, где главный акцент делается на впечатления и эмоции. Сама архитектура и внутреннее убранство центра призваны восхищать и поражать посетителей. Ценовой сегмент взрастает с этажностью. На первых и вторых этажах это самые демократичные цены. А дальше выше этаж, выше цена. Поэтому мы едем на лифте сразу на четвертый этаж. Здесь находится парк развлечений, фитнес-центр, боулинг и бильярд. Какая шикарная растяжечка у панды. И вообще, если честно, он похож на Игоря Кенфеева, когда тот мяч отбил. После работы или выходной день всей семьей, или просто самому прийти, поиграть в бильярд, посидеть в кафе. Все это можно здесь. Может, потому что я была в рабочий день, в рабочее время. Толпы народа я не увидела. Но, если честно, туда, куда мы ходим, там всегда заняты. Очень трудно найти место. А здесь площадки свободные. Ну, а это простор для детей и отдых для родителей. Очень даже функционально и симпатично. А мы поднимаемся еще на один этаж, где кинотеатры, кафе и ресторан. Главное, рекреационное пространство накрыто стеклянным куполом. От одного стеклянного купола мы перейдем к другому. А заодно посмотрим, чем заняты местные жители. Идем дальше, не будем мешать. И перед нами открывается прекраснейшая картина. В этот стеклянный купол, особенно в хорошую погоду, видно, как склонились знаменитые высотки. Как будто заглядывают в окно. Лично я была в полном восторге от такой красоты. Как и расположенная вокруг небоскребы, торговый центр «Атриум» является чудом современной архитектуры. Здесь применили самые передовые технологии и тенденции мирового дизайна. Главная изюминка этого комплекса – это расположенный в центре главного атриума светомузыкальный фонтан, струя которого достигает пятого этажа. Это был летний период. А в данный момент вот такая красавица-елка. Но очень даже креативно. Шляпа, тросточка и бабочка. А креатив здесь повсюду. А сейчас я хочу вас познакомить с необычным объектом. Это авиатренажер «Дрим Аэро». Построенный по принципу тренажеров, на котором тренируются профессиональные пилоты. 100% копия кабины пилотов «Боинг-737». Полчаса три человека могут провести в кабине, получить истинное удовольствие. А в будние дни плюс еще 15 минут. Представляете, вы оттуда выходите и говорите «Я был пилотом «Боинга». Класс! Ну а это шикарное пространство, конечно, часто использую для проведения выставок и различных мероприятий. Но меня сюда, конечно, больше притягивает вид, который мы сейчас наблюдаем над куполом. Все башни. Дух захватывает. А это Ви Ай Парк Сити, который принадлежит крупнейшей в Европе сети салонов виртуальной реальности. Итак, торгово-развлекательный комплекс «Апфимол Сити» – это прежде всего точка на гастрономической карте Москвы. Здесь около 50 различных кафе, ресторанов, множество суши-баров, пиццерии, ресторанов национальной кухни к услугам автомойки, оптики, банки, центры бытовых услуг, химчистка, салоны красоты, фотостудия и многое-многое другое. Два объекта из ядра – это гостиница «Апфимол Сити» уже давно сданы в эксплуатацию. Остался только киноконцертный зал. Из первоначального проекта была исключена эстакада. На ее месте появилась полноценная площадь. Здание киноконцертного зала украсят самые большие в мире часы диаметром 64 метра. Фасады станут циферблатом. Время будет указывать перебегающая световая стрелка. Круглый зал может трансформироваться, раскрываться в случае необходимости. Вход в зал через вестибюли. Ну и куда же без ложки дегтя? С 2014 года по результатам проверок участникам строительства выдано было более 70 предписаний об устранении нарушений. При этом штрафы составляли более полутора миллион рублей. Сам киноконцертный зал рассчитан на проведение значимых мероприятий, галоконцертов, форумов, массовых торжеств. Сегодня мы с вами познакомились с центральным ядром Москва-Сити. Спасибо, что были вместе. Подписывайтесь. В следующий раз мы с вами поговорим про Башню Федерацию под номер 13. Неспроста номер 13. Я жду вас в следующий раз. Всем пока!